Друзья, всем привет! Не так давно мы с вами говорили о том, что на ближайшем заседании ФАТФ, то есть которое будет с 19 по 23 июня, у России есть шанс угодить, но если не в черный, то по крайней мере в серый список. Правда, потом мы написали еще одну заметку, где четко публиковали идеи, почему все-таки, наверное, в черном списке у России шансов быть немного. Но давайте разберемся в данном вопросе. Вопрос очень серьезный, потому что если действительно Россия попадет в черный список, ну, знаете, то для России, в общем-то, эта вещь крайне неприятная и будет гораздо сложнее и работать, и все. Итак, для начала давайте разберемся, что такое это за зверь, ФАТФ, по каким он прериям бродит, какие вопросы решает, ну и так далее. Итак, ФАТФ. ФАТФ – это международная межправительственная организация, группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег со штаб-квартирой, между прочим, не хухры-мугры где-нибудь там, а в Париже. Основана она в 1989 году участниками G7. Точнее, G7. Меня вечно поправляют. G7 – это сок, согласен. Ну, там такие страны, как США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Канада и Япония. Итак, помимо этих стран, которые, естественно, играют первую скрипку в организации, в ее состав входят такие страны, как Китай, Индия, Гонконг, Бразилия, Аргентина, Австралия, ЮАР, Саудовская Аравия, ну и так далее. Совокупно этих стран – 37. Что касается России, то ее полномочия и участие в пленарных заседаниях организации были приостановлены в феврале 2023 года. Кстати говоря, ну, мы знаем, что в этой организации и Индия, и Китай все-таки имеют достаточно существенный вес и к ним прислушиваются при принятии решений. Помимо стран-участниц, основа организации составляют 9 дочерних организаций. Они учреждены ФАТФ по территориальному признаку. Карибская, Азиатская, Тихоокеанская, Евразийская, Восточная, Южноафриканская, ну и другие. Они что делают? Они проводят исследования, анализируют соответствие национального законодательства общепринятым антиотвымочным нормам. На их основе, точнее на основе их оценок, принимается решение о включении в черный или в серый список. Эти 9 организаций шерствуют более чем над 200 странами мира. Каковы основные функции ФАТФ? Во-первых, ФАТФ на основе рекомендаций экспертов вырабатывает мировые стандарты для борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. Во-вторых, вот эти самые территориальные организации ФАТФ оценивают, совпадают ли эти стандарты с национальными законодательствами и методологиями по, соответственно, противодействию отмыванию. Кроме того, эта организация исследует способы отмыва денег, коррупции, способы финансирования терроризма, наркотрафика на основе всех этих исследований и, соответственно, продвигает все это законодательство. Хотя, давайте откровенно, терроризма в мире, к сожалению, становится больше, а не меньше. Да и финансирование его, в общем-то, тоже чувствует себя прекрасно. Так что, конечно, организация работает, но результаты, ну, вопрос творческий. Все решения в этой организации принимаются странами-участницами на происходящих три раза в году пленарных заседаниях. ФАТФ-код начинается всегда в июне. Помимо этих стран-участниц на пленарном заседании всегда присутствуют представители, во-первых, МВФ, Всемирного банка, Еврокомиссии, Совета сотрудничества, кстати говоря, арабских государств Персидского залива и так далее. Значит, например, если выявлено невыполнение властями 40 рекомендаций от ФАТФ, то вначале призывают, естественно, власти этих стран привести законодательство к международным нормативам. Ну, а потом, если увещевания не срабатывают, то страну могут внести в списки юрисдикции под усиленным контролем, так называемый серый список, или же юрисдикции высочайшего риска, высокого риска, то есть черный список. Кроме того, на пленарном заседании ФАТФ может быть принято решение об исключении страны из списка, если, естественно, были все выполнены требования и рекомендации ФАТФ. Ну, так, для информации, в сером списке у нас что находится? Марокко, Объединенные, кстати говоря, Арабские Эмираты, Панама, Гибралтар, Сирия, Южный Судан, Гаити, Ямайка, ЮАР и ряд других стран. Кстати говоря, что забавно, что Турция является страной-членом ФАТФ и одновременно находится в сером списке. Салам алейкум, ты добавлен в серый список. Брат, но я же сам член ФАТФ. Финансовым властям, организациям нужно в данном случае, ну, по крайней мере, ФАТФ приписывает, быть очень аккуратными, во-первых, тогда, когда они осуществляют платежи, или принимают платежи из этих стран. Это не значит, что нужно будет им обязательно отказаться от транзакций из этих стран, но 10 раз перепроверить контрагентов приходится, а это значит, что все платежи проводятся очень и очень и очень медленно. Кто находится у нас в черном списке? Ну, Иран, Северная Корея и Мьянмая. Что это означает? А это означает, фактически, что платежи из этих стран, или направляемые в них, соответственно, платежи, они априори считаются связными с противоправными действиями. То есть, понимаете, такая вот интересная штука. Допустим, ну, не дай бог, если признают России, что она в черном списке, то вы сделаете платеж ребенку, например, за образование. Сделайте платеж, ну, да любой какой-то, самый безобидный платеж. И он будет признан платежом финансирующей терроризм, и, скорее всего, его завернут. Вот, собственно говоря, такая ситуация. Ну, и последнее. Нам с вами, друзья, нужно понимать, что, по факту, Россия, собственно говоря, она уже признана страной, которая, как бы, ну, реально, как бы, находится в сером списке. В черном – нет. В сером – да. Платежи из России в последнее время и так проверяются усердно, ну, и, соответственно, проводятся достаточно медленно. Или же отклоняются. Вот, по факту, оно у нас как бы так. Итак, с 19 по 23 июня пройдет это пленарное заседание. Ну, и что дальше? Мы прекрасно с вами понимаем, что первую скрипку в организации имеют страны именно G7, которые, собственно говоря, и выступили в свое время инициаторами создания в Париже этой организации. Поэтому совершенно неудивительно, что эти страны как раз могут постараться вслед за приостановкой членства в России в организации протолкнуть идею ее включения в списки. Я знаю, что на эту тему уже очень многие начинают хайповать. Однако, друзья, давайте будем реалистами. У этой идеи, скорее всего, будут очень серьезные противники. Например, Индия, Китай, ЮАР, Мексика, Бразилия, Саудовская Аравия, ну, и, естественно, Турция, которая принимает самое активное участие в торговле с Россией. Этим странам, ну, которые я сейчас перечислил, крайне невыгодно включение России в списки, вот эти самые черные, так как это может оказать очень существенное влияние на внешнюю торговлю, на двухсторонние контракты между компаниями по строительству инфраструктурных сооружений, кстати говоря, железных дорог, и по ядерным объектам там очень серьезно. Ну, в частности, проекты касаются это Индии, и Турции, и так далее. Ну, и поставкам, естественно, энергоносителей, других полезных ископаемых, которые поставляются в эти страны, как мы прекрасно понимаем, с очень существенной скидкой. Как скажется по факту та ситуация, что Россию могут включить в эти самые серые списки? Про черные не говорим. Ну, во-первых, усложняются процедуры комплоенса для международных транзакций. Банкам станет намного проще отказать провести ту или иную операцию в пользу российской компании, поскольку придется получать часто одобрение на транзакции от международных регуляторов, в том числе, кстати говоря, Минфина США. Кстати говоря, только тот факт, что приостановили членство России в ФАТФе, привел к существенному усилению комплоенса в Казахстане в отношении платежей из России. Ну, и киприоты моментально, тот же самый Банков Сайброс, ну, с ними все понятно. Они от греха подальше вообще закрыли счета россиян без ВНЖ в Европе. Что еще усложнится? Ну, естественно, усложнится вообще вся внешняя торговля. Усложняются инфраструктурные проекты. Ну, и, наконец, естественно, усложнится логистика. Так может произойти, что территории, воздушное пространство России просто будут закрыты для иностранного транспорта, как и для российского. Что-то вроде железного занавеса. Так что все это очень серьезно. Какой вывод? Ну, во-первых, еще раз говорю, очень слабо верится, что страна, которая еще недавно являлась членом ФАТФ и принимала решение, кстати говоря, о судьбе других государств, может вот так вот запросто угодить в списки. Почему? Да потому что, во-первых, достаточно много стран продолжают торговлю и сотрудничество с Россией во многих сферах. И одновременное прекращение таких связей будет, ну, конечно, слишком болезненно для этих экономик. И они могут просто-напросто настаивать на сохранении, ну, определенного статус-кво. Во-вторых, ну, давайте откровенно, серьезного ухудшения соблюдения антиотмывочного законодательства или борьбы с финансированием противоправных действий, оно, в общем-то, не произошло с февраля. Произошли другие события, но вот по данному моменту нет. И давайте откровенно, комплайнс в России все так же бдит, и это я вам могу сказать как бизнесмен. Поэтому придраться здесь будет достаточно сложно. Ну, и наконец, слушайте, давайте так, Россия торгует энергетическим сырьем и вообще различными товарами. И все это приведет к взлету цен на нефть, природный газ, ну, и другие товары и очень серьезным дисбалансом на сырьевых рынках. Вот, так что, наверное, произойдет то, что я уже говорю, то есть Россию могут включить в серый список, а те, кто хайпует на тему черного списка, я думаю, что ребята немножко горячатся. Друзья, всем всего доброго, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова